Сделать производство зеленым, то есть более экологичным – одна из главных задач ЕвросНТМК. И сегодня комбинат стал на шаг ближе к ней. В честь Дня металлургана НТМК в режиме пусконаладки начала работу газовая утилизационная турбина. Она станет напарницей седьмой домны. В эту установку попадает доминный газ, и его избыточное давление турбина преобразует до общецехового уровня. Энергия от процесса приводит в действие роторы турбины и генератора. И за счет этого вырабатывается электричество. Мы не просто вкладываем 18 миллионов долларов в США, а увеличиваем на 11,6 мегаватт выработку электроэнергии. И, собственно, с пуском в июне предыдущего подобного агрегата на доминой печи номер 6 мы доводим с 71% до 80% выработку собственной электроэнергии. Мы укрепляем свою анагибезопасность. Этот объект нам позволяет в случае постнажерных обстоятельств больше удержать агрегатов в работе. Это уже скажется на производительности в экстренных ситуациях. Кроме того, мы уменьшаем потребление электроэнергии со стороны. Подобных турбин, которые используют вторичные источники для генерации электроэнергии на заводах и комбинатах в России, можно пересчитать по пальцам. Вообще, ежегодно компания «Евраз» направляет примерно миллиард рублей на снижение экологической нагрузки на окружающую среду. С запуском данного комплекса наши домины и печи будут на 100% обеспечены собственной электроэнергией. И не просто собственной электроэнергии, а зеленой электроэнергии. Любая модернизация производства, тем более связанная с экологией в Нижнем Тагиле, это дорогого стоит. И я хотел поблагодарить, если у вас, руководство «Евраза», в том, что все-таки вкладываете деньги не только в производство, в извлечение прибыли, а и в экологическое, связанное с экологическими вопросами. О том, чтобы на НТМК можно было повторно использовать газ, вырабатываемый седьмой домной, задумались несколько лет назад. В 2017 году приступили к проектированию. Строительство же началось спустя два года. Несмотря на то, что объект не такой большой, здесь использовано 380 тонн металлоконструкций. Около 4 километров трубопроводов протянуто от внешних коммуникаций внутри и свыше 20 километров кабелей. Работать на этом объекте будет всего лишь один диспетчер. Современная система управления это позволяет. На мониторах у нас отражаются практически все действия. То есть давление доминого газа на входе, на выходе, температура доминого газа, обороты турбины. Через две недели завершатся пусконаладочные работы. Если я обрату внимание, вот турбина набирает обороты, должна выйти на номинальные полторы тысячи. Потом настанет черед испытаний, а в штатном режиме турбина начнет работу в октябре этого года.